Слово Приветствую вас великим и чудным именем Господа нашего Иисуса Христа. Меня зовут Ронни Стивенс. Я родился в городе Атланти, штат Джорджия, Соединенные Штаты Америки. Этот город известен как родина Кока-Колы, как родина телевизионного канала CNN, как родина Мартина Лютера Кинга. А сейчас я живу в пригороде Будапешта, Венгрии. Мне довелось пастырствовать в Мюнхене в Германии, в Москве, а теперь в Будапеште. С языками у меня как-то не складывается, а потому мы вот с этим человеком общаемся. Собираясь в Будапеште, я сказал жене, представляешь, нам предстоит не выучить третий иностранный язык. У меня трое детей, все они уже выросли. Моя дочь сейчас, старшая дочь, живет сейчас в штате Теннесси, в городе Мемфис. У нее дети, она замужем. У нас уже один внук. Мой сын учится в семинарии в Далласе, в Далласской богословской семинарии, которую мы с Олегом оба окончили. И младшая моя дочь преподает сейчас в христианской школе в одной из мусульманских стран. Обычно, прежде чем приступить к изучению библейской книги, мы занимаемся общими вопросами, вопросами библеистики. На научную библеистику времени у нас сейчас, к сожалению, нет. Так что мы, прежде всего, остановимся на тексте, на комментарии к тексту Священного Писания. Мы будем заниматься экзегетикой или экзегезой, раскапывать смысл исходного библейского текста. С другой стороны, есть представление, экспозиция, представление содержания Священного Писания. Задача его в том, чтобы донести содержание Библии до других. В качестве предисловия, я хочу сказать, что Евангелие от Иоанна стоит несколько особняком. Другие три Евангелия, Матфей, Марк и Лука, часто называются синоптическими. От греческого слова, обозначающего «видеть вместе». У них похожий взгляд, похожая точка зрения на жизнь и служение Иисуса Христа. По большому счету, первые три евангелиста говорят практически об одном и том же. Конечно, у каждого из них есть свои события, свои точки зрения. Но большая часть материала в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки совпадает. Именно поэтому первые три Евангелия называют Евангелиями синоптическими, в то время как последние Евангелия часто называют Евангелием богословским. В Евангелиях мы находим 30 притчей Иисуса Христа. В Евангелии Иоанна от Иоанна притчи нет ни одной. В Евангелиях мы находим описание 35 чудес, совершенных Спасителем. У Иоанна мы находим сообщение только о семи таких чудесах. И пять из них уникальны, в том смысле, что кроме Иоанна никто о них не рассказывает. Кроме Иоанна никто не может претендовать и не мог претендовать на роль автора этого Евангелия. А авторство Иоанна практически не оспаривается. Хотя в Евангелии он ни разу не упоминает своего имени. Он, пожалуй, единственный из учеников, который не назван по имени. Можно предположить, что делает он это из-за своего смирения. Называет он себя разными словами. Например, еще один ученик, другой ученик. Ученик, которого любил Иисус. Или ученик, который возлежал на груди Иисуса. Но все-таки скромности, конечно, ему не хватило. Мужское «я» в некотором смысле одержало победу. В частности, в конце Евангелия от Иоанна он рассказывает о том, как они с Петром наперегонки бежали к пустой гробнице, гробнице Иисуса Христа. Их так бы, как бы между строк замечает. Кстати говоря, «Я Петра опередил». Исследователи единодушно признают, что Евангелие от Иоанна написано позже всех других Евангелий. Либеральные богословы, не признающие авторство Иоанна и вообще отрицательно относящиеся к авторитету священного писания, датируют это Евангелие аж с середины II века н.э. Однако археологическое открытие, которое принято называть папирусом Райланда, это маленький кусочек папируса, на котором всего несколько стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, найденный этот папирус в Египте, позволяют датировать Евангелие от Иоанна существенно раньше. Эти открытия позволяют датировать Евангелие от Иоанна 135-м годом н.э. При этом большинство консервативных исследователей датируют Евангелие от Иоанна 90-ми годами н.э. Более того, поскольку в Евангелии нигде не говорится о разрушении Иерусалимского храма, нет даже намека на разрушение Иерусалимского храма, по-моему, вряд ли есть смысл сомневаться, что Евангелие от Иоанна написано раньше 70-го года н.э. Я назвал Евангелие от Иоанна Евангелием богословским. Сегодня мы начнем с первой главы, с первых пяти стихов, которые можно назвать основанием всякого богословия. С этим давайте заложим основания и поговорим о богословии. Не знаю, как к богословию относятся в вашей стране, а на Западе его сегодня не жалуют. И это очень страшно, это очень плохо. В 18 веке от богословия начали отворачиваться философы. К 19 веку от него отошли университеты. До этого богословию ведь называли царицей всех наук. В 18-19 веке богословие это царственное положение потеряло. Но самая страшная трагедия заключается в том, что к концу 20 века от богословия начали отворачиваться и церкви. Вот такова ситуация по крайней мере сегодня в Америке. Но ведь пренебрегать богословием все равно, что пренебрегать Богом. Потому что богословие это и есть слово о Боге, познание Бога. И можно конечно сказать, ну зачем нам богословие, зачем нам научные изыски. Давайте проповедовать Христа, давайте нести людям любовь Христа, давайте просто говорить о Христе без всякого богословия. На словах все вроде бы нормально, на самом деле такой взгляд весьма наивен. О каком же Иисусе мы будем говорить? Что же мы будем проповедовать миру того Иисуса, о котором пишет романист Дэн Браун в коде да Винчи, того Иисуса, который сочетался тайным браком с Марией Магдалиной? Или Иисуса мормонов, который был мужем сразу и Марии и Марфы? Или Иисуса, о котором говорят мусульмане? Иисуса, который не был на кресте? Христа, как представляют его свидетели Иеговы, Христа Сотворенного, Христа, который на самом деле не Иисус, а Архангел Михаил. Неужели такого Иисуса мы должны нести миру? Но найти подлинного Иисуса Христа мы можем только через богословие. Кто-то из нас скажет, ну мне богословие не дается, оно мне не по зубам. Зубы, конечно, нужны. Некоторым, например, не по зубам математика, другим не по зубам литература. Но зубами дело не ограничивается. Ведь Бог обещал нам помощь Святого Духа, когда мы будем заниматься богословием. Более того, богословие – это единственный раздел науки, в котором нам обещана Божия помощь. Бог обещает, Бог помогает. И это куда важнее, чем наши способности, чем наши внутренние таланты. Кто-то скажет, ну мы люди неместные, нам не до богословия, мы люди бедные, необученные, неподготовленные. Послушайте, я тоже не местный. И Иоанн, апостол Иоанн, тоже был необученным и неподготовленным. Ну и что? Иоанн был обычным галилейским мужиком. Он работал день и ночь. Ему, уверяю вас, было не до учебы. Петер и Джон называли Санхидрин или Петра в книге Иоанна, а грамотой кай идиотай – «Игнорит и неопытный». В «Деяниях апостолов», 4 глава, в русском переводе мы читаем, что когда Петра и Иоанна призвали в Исинедрион, их назвали там людьми некнижными. По-гречески там куда более выразительные слова – «аграмотой кай идиотой», то есть неграмотной и, соответственно, глупой. И вдруг с этим мужиком неотесанным, с этим рыбаком, который работал день и ночь, который никогда ничему не учился, а с этим обычным человеком что-то случилось, и каким-то образом он смог не только понять богословие, но и записать богословие. В тот же самый момент изменился и сам его темперамент, и его характер. Понимаете, Иоанн, я не случайно назвал его мужиком. У него разговор был простой, если нужно, и кулаками тоже. В Евангелии от Марка Иисус дает им, дает Иоанну и его брату прозвище, называет их «сыновьями громовыми», «сыновьями грома». А потом, когда Иисус отправляет учеников на благовестие, помните, эти братки Иоанн и Яков возвращаются из самарянской деревеньки, из самарянского города и говорят, «Слушай, Иисус, тут никто не покаялся. Может быть, нам послать на них огонь с неба и всех их тут пожечь?» А не случайно Иисус назвал их «сынами грома», потому что они напрашивались на служение молниеносное. И вдруг мы замечаем, что этот самый человек называется апостолом любви. Более того, слово «любовь» в Евангелии от Иоанна встречается чаще, чем в трех других Евангелиях вместе взятых. Как же он изменился? Как же это случилось? Как необразованный, грубый мужик стал величайшим богословом? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Как получилось, что человек, который был готов пожечь, истребить огнем всех непокаявшихся самарян в городке, всех мужчин, женщин, детей, все сжечь дотла. Как получилось, что этот человек стал апостолом любви? Вот как. Вот где отдыхал он головой своей. Вот где пребывал он головой своей. Потому что голова его отдыхала на груди Христа. Может быть, нам с вами не доведется учиться в одном из лучших университетов мира. Может быть, нам с вами не доведется получить магистрские степени по богословию, как у Олега или у Виталия. Может быть, нам и докторские степени уж тем более не светят. Кстати, у меня докторской степени нет до сих пор. Какой из меня доктор? Я даже на фельдшера не тяну. Но возможность отдыхать на груди Христа, возможность прильнуть к груди Христа, есть у каждого из нас. О чем больше мы могли бы мечтать? Бабушка моей жены окончила университет. Отец моей жены тоже окончил университет. Мои бабушка и дедушка даже школу, даже старшие классы не закончили. Родители мои тоже в университете не учились. Нет у меня братьев, сестер, дядюшек, тетушек, двоюродных братьев, получивших университетское образование. Так что от меня вряд ли можно было в детстве ожидать, что я способен буду освоить богословие, а уж тем более его преподавать. Но понимаете, если Бог от нас чего-то ожидает, то Он даст нам все необходимое. Если Он хочет, чтобы мы были Его служителями, исполняли Его волю, то Он даст нам такие возможности, даст нам возможности к этому подготовиться. Но мы с вами изучаем Евангелие от Иоанна не для того, чтобы наполнить голову знаниями. Мы изучаем Евангелие от Иоанна для того, чтобы прильнуть груди Христа и не отходить от Него. Чтобы в свете Христовом увидеть сущность Божию. Чтобы любить Бога и любить людей силой Духа Святого, посланного Иисусом Христом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.